Так, попробуем повторить. Точную копию делать не будем. Ну, это понятно. Так, помать его. Берем два холста 50 на 70. Так, два холста 50 на 70. Не смазываем ничем, картина пускай будет яркая у нас. Так, делаем рисунок. Ось цветочка, вот основной, допустим, у нас тюльпанчик. Вот так вложим карандашик. Специально его обрубаем, неправильно вот так вот делаем. Потом он у нас в процессе работы закруглится автоматически. В работах такого плана всегда есть подчиненность предметов. Вот у нас один главный, два как бы уже, два-три второстепенные, потом третьестепенные листья тоже у нас подчиненные, фон еще четвертый. То есть всегда вот должна чувствоваться такая ранжирование предметов. По выписанности, по контрастности, по насыщенности цветовой, все должно чуть-чуть, чем дальше, чем более подчиненный объект, тем меньше насыщенность, контрастность и цветность. Так, дальше берем кисть, отмываем. Это щетины? Это щетинки, да, начинаем. Это как такая кавалерия боевая, вот они, старые кисти. Мы начинаем, растираем всю краску. Они как, во-первых, их не жалко, щетины, ну, относительно дешевые кисти. Во-вторых, они, поскольку они жесткие, они могут тонко разносить краску, растирать ее. А нам и нужно, первые слои, они должны быть тонкими. Это будет как бы подмалевок, да? Да, тень, подмалевок. Тень, полутень должны быть тонко писаны. Световые могут быть тонко написаны и могут быть пастозно написаны. Это уже от задачи, от характера. Отмываем от белил кисть. Берем краплак. Это краплак красный, да? Краплак розовый. А, розовый. Когда-то я работал с красным, но розовый, у него больше диапазон, он поягче немножко. И в смесях он дает более такие, более открытые краски. Так, берем вот, он достаточно прохладный для внутренних теней. Добавляем немножко в него и кадны красного темного. Темного. Вот так, сплошным цветом. Вот я разбавляю краску еще, чтобы максимально тонко было. И углы мы пока не разбавляем, да? Или уже? Немножко можно, но все равно тут тоже нужно рубить. А если бы свет был теплый? Если свет теплый, допустим, та же модель, горячий свет, тут немножко сложнее. Смотрите, если у нас небо есть синее, тогда как? Тогда горячий свет солнца, голубой рефлекс неба. Знаете, вот такое, чтобы проще было понимать, теней, в принципе, вообще нет теней в природе. Чтобы проще понимать, есть только рефлексы. Солнечный свет и все рефлексирует. Рефлексирующий свет голубой от солнца, рефлексирующие, рефлексы от предметов, которым окружен предмет. Вот здесь они будут, скорее всего, прохладные полутени. Тени будут, если снизу, они будут теплые. Все вот эти рефлексы нижние, они тоже теплые. Единственное, будет исключение голубое небо. Или же, допустим, яркие синие зеленые листья будут. Они будут давать тоже прохладный зеленый такой рефлекс на предмет. Для понимания, теней нет, есть только отражение. Отражение неба на предмете. Не просто синий, а, смотрите, цвет предмета плюс цвет рефлекса. То есть, если бы это желтое было яблоко плюс синее небо, желтое плюс синее дает у нас зеленоватую тень, зеленоватый рефлекс. Допустим, красное яблоко или красный предмет, допустим, на каком-нибудь синем фоне даст у нас тепло-фиолетовый такой рефлексико, подсветочку. В общем, все в отражениях. В принципе, и сам свет, это мы тоже видим рефлекс. Рефлекс солнца рефлексирует этот источник света на предмете. Ну, допустим, если это оранжевый свет солнца, на зеленом яблочке будет такой лимонный блячок. Это рефлекс источника света. Ну, вот как-то так. Все это не тени, а рефлексы, отражения. Любой предмет – это зеркало. В принципе, на более глянцевых это сильнее заметно. Допустим, ваза какая-нибудь, на ней более заметны все вот эти рефлексы. На матовых, на каких-то полуматовых предметах менее заметны, но они тоже присутствуют. Все вот эти отражения тоже есть, имеются. Причем, чем ближе два предмета друг к другу находятся, тем сильнее влияние вот этих вот… Допустим, тут был бы у нас белый какой-нибудь тюльпан. Он бы давал такой светлый рефлекс на вот этот тюльпан. Высветлял бы просто. Ну, был бы он цветной, а бы давал свой цветной оттенок. Если он немножко вот дальше, уже влияние намного меньше. Да, рисуем пока не свет как таковой. Мы рисуем подкладочку. Вот как бы и на свету у нас должна быть тень лежать, чтобы потом доставать прожилочки. Даем такой вот, если здесь видно, вот такой вот сероватый-зеленоватый оттенок. А по нему потом дадим береме. Чистыми? Не чистыми, но почти чистыми, с оттенком. Чистыми нельзя писать? Так, здесь у нас будет, допустим, такой вот. тюльпаны. Мы их все разными делаем. Так у нас будет оранжо-желтый. Мои тюльпаны не повторять. То есть пишите. Подробнее. Смотрите. Нет, я имею ввиду. Точно не пытайтесь подобрать цвет, оттенок, рисунок. Это важно касается и рисунка, формы его, и оттенков. То есть не насилуйте свои тюльпаны. Вы их замучаете. Просто уже как легло у вас, так пускай и лежит. Вы все равно постепенно, если не будете жестко копировать мою работу, а привязываться к своей работе, то есть давать ей то, что просит именно ваша работа, ваши цветы, формы, оттенки, по совокупности всех пятен вы будете вести работу, и она сама собой раз в вас вытянется в органичную работу. Если вы будете жестко переписывать, будет дробно, неубедительно. Но вообще-то невозможно. Да, и невозможно. Такие вопросы такого плана картины, поскольку здесь очень много случайностей, элемент случайностей большой. Вот видите, я тороплюсь, что-то зацепил абсолютно неосознанно. Ну, как бы очень быстрая работа, ее повторить нереально. Пишите ярко пока, без особых цветовых изысков, таких каких-то нюансов. Яркими оттенками она у вас постепенно потом появится оттеночки. пока чистыми, открытыми цветами, оранжево так оранжево. Так. Так. Продолжение следует... 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 Где-то остаются такие прогресски, это не страшно, не затирайте их особо, где мелькает хвост, ничего страшного. Таким работам это позволится вполне. Так, избавляемся от белых. Без грязи только избавляйтесь. Так, теперь, допустим, подсохло у нас, хотя, по идее, там должно время немножко пойти. Должен выветриться разбавитель. Мы начинаем собирать цветы. Можно, кстати, с фона начать. Вот если бы он был подсохший у нас, мы бы могли сразу создать ему среду цвета. Но пока, видите, все вмазывается, это не очень хорошо. Нужно подождать. Нужно подождать, пока она подсохнет, чтобы по вот этой плотной краске мы накладывали снова и снова мягкую краску. Она тогда без смешивания, без вот такого вот, так она сразу тонет. Так, цветы берем, уже идем, допустим, если свет, идем холодненьким таким на высветление, по форме, собираем уже вот эти лепесточки. Щетиной. Пока да, пока щетиной. Вот, допустим, у нас один лепесток, вот его серединка должна быть, там всегда есть серединка. Да, и не занимаемся ботаникой. Вот здесь это важнейший момент такой. Не рисуем тюльпаны, не рисуйте тюльпаны, рисуйте стилизованные цветы. С тюльпанами вы, а, не справитесь, и я не справлюсь, я не умею их рисовать, даже не знаю, сколько там лепестков в тюльпанах, то ли шесть, то ли четыре. Рисуйте образ. Так, во-первых, проще, так интереснее и прикольнее. Я не знаю, как сказать, но вот картина лучше смотрится. То есть, ботаники, что-то да, мы выпишем центрально, тут прожилочки какие-то, все остальное цветом, 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 отношениями, оттенками. То есть, как-то доставайте себе образное мышление, доставайте художника настоящего, не ремесленника, который выпишет вам тюльпанчик какой-то. В вашем случае он будет такой, ну, смешно, да. А вот уже с образным, с таким, со стилизованными цветами вы легко справитесь. Если освободитесь, если не будете зажаты, то есть, ну, как видите, поверьте, я их не умею рисовать, я не нарисую тюльпан такой настоящий, в стиле вот того же Левашова, прекрасные цветы пишет, вот я так не напишу. Может и напишу, не знаю, если сяду, если у меня будет неделя на картину, скорее всего напишу, но не пробовал, но мне это не интересно. Интересно вот так вот, что-то нарисовать, забрызгать, стрельнуть из пистолета краской или что-нибудь еще такое сделать, чтобы было настроение. Вот краска вот эта мягкая, белевая разбавленная у нас, я перед работой всегда, вот, честно говоря, я всегда несколько тюбиков подавливаю и разбавляю. И вам советую всегда, да, чисто в моем случае в спать спиритом, можно опьяненным, чем угодно, не тройником, в тройнике масло, лак, то есть они мягкие до поры, пока ты не положил их на холст и не прошло 5 минут. Через 5 минут они плотные, как из тюбика белила, да, вот белила, вот смотрите, они вот как пластилин становятся, ну то есть по вот этому пластилину вот эта мягкая опять снова без смешивания идет. То есть вот в этом прикол, то есть вы перед работой очень советую, прямо на палитре, не нужно банки такие намешивать, а вот прямо мастихинчиком перед работой какие-то, причем не только белевые, есть густые краски, вот типа марса коричневого, марса оранжевого, я его тоже разбавляю всегда, опять же с этой целью, чтобы он тонко клался лессировочно, а потом высыхал и по нему можно было работать без смешивания. То есть вот красочка у нас мягкая, кладется хорошо. Работаем, смотрите, в данном случае цветы большие, не рукой, а скорее с помощью уже плеча. Вот я даже вот всей рукой скорее работаю. Радиус, увеличиваем радиус, то есть протяженность мазка длинная, так он даст короткий мазочек, так он длинный. Работать плечом еще очень хорошо по причине того, что мы дальше будем писать вот таким вот мазком рваным, что-то вот может блики какие-то или еще вот когда рвется мазочек, понимаете, вот такой вот дышащий, вибрирующий. Это тоже дает… Это что за кисть сейчас? Это просто мягкая плоская кисть, не знаю, синтетика какая-то или колонок, синтетика. То есть плечо, умноженное на скорость, не плечо, я так называю плечом, рука, вся рука работает, длинный, быстрый мазок, немедленный, так у нас краска вся попадет в поры, в поры холста, в структуру его, в фактуру. А быстрый мазок не успевает на скорости… Ну да. Да. Вот он раз. Это дает вибрацию, воздух, 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 воздух. То есть уже… Тут, смотрите, важно это часто говорю, краска у нас недомешанная, нет гомогенности мазочка, то есть вот нет однородности. Если я тороплюсь, вы не торопитесь, вы просто его не домешиваете. Берете краску одну, вторую, там допустим раз, два, три, четыре… Многородную. Да. У вас должен получиться мазок с прожилками чистых оттенков. То есть здесь камни красные, белила и что-то вот еще лежат рядышком. и они чистые, и вот они чистые, на расстоянии смешиваются, так называемое оптическое смешение в очень богатый цвет. Не мазок такой вот, вот он равномерно размешанный, ну это тоже неплохо, но должны быть и такие, и такие, и вот эти воздушные. А тогда получается богатство живописи, она богатая, она вибрирует, она дышит. Вот. То есть запоминайте, кстати, вот когда пишете, сделайте себе картоночку всегда, вот эти приемы какие-то, чтобы не вылетало из головы, там допустим не разбеливать, что-то еще. И напишите себе там каким-то там вторым или третьим пунктом, не домешивать краску. Да, это я взяла на заменку еще в прошлый раз. Не домешивать краску или работать почаще, побольше вот таким вот мазочком. Ну, под ней, кстати, под этот мазок краска должна быть уже сухой. Вот тут у нас пока все влажное, она смешивается. Так. Вот уже можно взять такую кишелку, какие-то, уже начать собирать вот эти спецэффекты. Вот края по форме, вот края лепесточка по форме. Но еще не к середине, да? Потому что середина светлая. В смысле не середине? Ну, к середине, но не до конца. Не до конца, да-да-да. Не до конца. Вот должно вот так рваться, потом подсохнет. Мы еще вот таких прожилочек напишем. В обратную сторону? Да, в обратную. Мы достанем вот то, о чем мы говорили пять минут назад. Нашу краску. То есть мы будем доставать то, что лежит у нас на грунте первой, первоначальной. Вот так. Вот так. И потом сращиваем, можно срастись вот растушевочкой. кладить. Ну, это вообще-то такие вещи, они чисто, это розовая какая-то. Такие вещи ближе к концу делаю, я немножко забегаю вперед. Просто чтобы вам было, потому что я к вам еще не скоро подойду, чтобы вы уже, может вы перегоните этот момент, и чтобы вам не было скучно, вы можете что-то поделать в этом ключе. Ирина, сейчас отдышите. Я тут снимаю. Конечно. Можно сюда. Они должны быть перекликаться, не должно быть моно цветов. Допустим, вот у нас желтый цветок, это оранжевый, это белый. Всегда вот красиво. Даже если в натуре этого нет, вы пишите тюльпаны, допустим, они моно какие-то цветы. Вы обязаны, как художник, сделать что-то интересное. Они тоже рвутся вот этой кистью на скорости, если быстро мазок рвется в такой вот, крупинки такие. То есть разнообразие укладки должно быть очень большое. Не все мазком одни, не все. Все должно присутствовать. И такая-такая на скорости, и просто мазочек, и может пальцем где-то растереть. Можно где-то, если это органично, мастихийным что-то ударить. Кстати, фон будем мастихийным делать скорее всего. Надо ближе, когда подсохнет. Да, когда подсохнет, я вот, когда следующий круг подойду, я уже... Кстати, мы начнем именно с фона, потому что ввести более правильно с фона работу. То есть создать среду, окружение, а потом так более органично картина вырастает, чем наоборот. Приделывать фон к предмету не очень правильно. Так, ну пускай подсыхает, я пойду дальше. Наташа, никакой зажатости, творите что хотите, я починю. В общем, смело шаршку доставайте вперед на работу. Вообще, да, это очень хорошая вещь относиться на этапе. Я не знаю, как это он начинающий, я даже не помню, когда я начинал писать. Тоже зажатости было. Ну вот очень хорошо, когда ты начинаешь агрессивно относиться к холсту. Вот буквально набрасываться, буквально вот прям с агрессией прям драть до дырок в холсте кистями, понимаете. Вот это хорошо, эта экспрессия, она всегда остается в работе. Всегда. Вот я просто вижу свои работы старые, когда я относился, особенно на заказ, зажатость такая возникает, ты аккуратненько все боишься что-то. Они такие, ну так себе. А когда ты работаешь не для кого, просто удовольствие, просто выспался, поднялся с хорошим настроением и стал работать с такой, с энергией, вся эта энергия всегда остается в работе. Вот так. Все. Давайте. Меняйте местами. Можете, если будете подбирать цвет, ну хотя нежелательно, но вы не стесняйтесь, прям по моей работе попробовать цветотон, ну точнее вот цвет и тон. Очень важно, чтобы картина пока была вот такая вот темной, достаточно относительно темной и насыщенной, чтобы была насыщенность. Потом мы будем высветить. Да, как правило, на высветление. Что-то может придется утемнить, какие-то участки, вот здесь тень нам нужно будет под лепесточком дать. Но в большинстве мы идем на высветление. Так устроена масляная живопись. Сначала темная, потом светлая, 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 вплоть до обликующих каких-то участков. Все просто. Потом поймете вы со временем, сейчас как бы для вас это как на ощупь идете с закрытыми глазами, потом у вас глаза в какое-то время, если вы будете много работать, не просто много работать, а с анализом работать, вдумчиво, потом поймете, что это как дважды два, вот просто все. Все вот эти, их несколько вот этих вот законов таких, бог из каких, от темного к светлому, там температурные вот эти составляющие, развесовки, и все, все сразу у вас как-то в один момент встанет на свои места. Вы скажете, что я боялся, до того было все просто. Дальше у вас станут другие задачи. Когда вы такую технику выучите, у вас дальше пойдут другие задачи, композиция, какие-то сверхзадачи изобразительные, то есть какие-то будете писать какие-то, может быть, жанровые картины, уже в это. Но уже техника у вас просто отпадет, вы будете на автомате работать вот этими отношениями, тональными, температурными, рефлексы вот эти будут просто автоматически браться у вас, вы даже задумываться не будете. Перспектива там у вас будет тоже на автомате все выскакивать. Так, ну все, Наташа, вперед. Так, Наташа, давайте, похвалю вас. В общем, все отлично. 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 Вот здесь я смотрю, у вас тут еще всякие оттеночки. А вот не смотрите, у вас свои оттеночки. Все хорошо. Так, дальше вот подсох, прошло сколько времени, около часа прошло, уже давно-давно стала густая краска. Теперь можно или же ножом, или для такого размера лучше кистью создаем какое-то окружение. Вот я краску не разбавляю, тогда она рвется хорошо такими зернышками. Смотрим сюда, одновременно видим вот все, чтобы вот это было гармонично с этим. Это так называемая работа отношений. Я покажу, чтобы можно былоtiteln в дом, Продолжение следует... 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 Красненькими, наверное, зря мы брызгнули. Легко брызгнули. С кисти по-другому брызгается. Мельче, наверное, да? Да, можно вот так вот брызгать, только обязательно отжать. Вот когда я набрал кисть, какую-то краску обязательно отжать, иначе полетит вот так вот снег рисуется. Вот если видите, если большие нужные капли, кладется картина, набирается очень жидко в кисть, и вот так вот отжимается на лежащую картину с высоты, с большой высоты. Можно вообще на стул встать. Капли крупные разбиваются в такие там ежики, очень красивые. Мы когда-то так писали вот эти желтые цветочки, которые на 8 марта дарят. Мимозу. Мимозу, да, мимозу так написать можно. Желтую краску, вот на такой абстрактный фон желтой краской набрызгаете, будет вам немозу. Она такая, как раз вот такими ежиками такими разбивается. То есть несколько видов разбрызгивания на брызгах краски. Да, можно из писталя это стрелять. Вот хотите, покажу. С какого писталя. Нематического, ладно, не охота вы доставить. Интересно. И она разбивается, да? Она разбивается. Ну вот, подождите, дайте. Вот так вот берется просто. Или вот так делается в патрон. Причем разной краской. Давайте я распишу где-нибудь. Причем разной краской берете белую, красную, какую-то еще. Чрезвычайно красиво и интересно иногда может завернуться. Это самое. Правда, здесь газа должно быть много. Здесь его практически нет. Плюс еще, смотрите, можно проложить краску. Ну, допустим, вот какой-то цвет. Какой-нибудь. Вот такой. Вот так подносится и просто воздухом. Тут не должно быть красного. Понимаете, разбиваются вот такие вот кляксы очень интересные. Еще нужно с мастихина. Берем мастихин и также то же самое с мастихином. Только вот тут уже берем, тут можно в цвете играть. То есть набираете нужный цвет, нужные оттенки и уже вот так вот, что-то интересное делать. Только учтите, что забрызгивает по сторонам. Это нужно где-то делать там, где... Поэкспериментируйте. Конечно, не на картинах. Это нужно на картоне на каком-нибудь экспериментировать. Понять, что это такое. Работа уже давным-давно не нужна, образец. То есть... Не смотреть туда. Да, желательно освобождаться от натуры. Выключать ее там, ну если в какой-то картинке прятать ее, если с натуры. То есть доставать работу уже из себя. Не быть зависимым, а очень сильно от натуры. Без натуры, конечно, мы ничего не можем. Вся правда она в натуре. Но быть рабом ее, это очень нежелательно. Это вас будет сушить, как художник. Вы будете все время время тратить на еще более усовершенствование укладочки, прописки. Понимаете? Можно идти другим путем. Путем образным, путем каким-то вот таким свободным. Так, вот палочка ищется. Если нам нужно написать, не палочка, а этот стебель, не просто вот как бы на глаз, а всегда желательно прикрыть один глаз и посмотреть, и подставить кисточку. Часто ошибаешься. Вот вроде, казалось бы, там серединка примерно, иногда ошибаешься. Вот не знаю почему. А когда глаз закроешь, посмотришь, подставишь кисточку, ты всегда правильно поймешь, где у тебя примерно вот эта середина и направление. Как бы естественное направление. Оно не всегда, кстати, геометрический центр, вот как-то центр масс, что ли, так вот ищется. То есть, такой тонкий момент, но вот если всегда сомневаешься, где серединка, закрой один глаз, подставь кисточку. Всегда стебелек найдешь. Или ось предмета, вазу какую-то, серединку всегда найдешь, вот так вот центр, если ее нужно поравнивать. Продолжение следует... Какие нежные оттенки, смотрите, в грязи вообще нет у вас. Света тень хорошо показана. Вот этот странненький какой-то. Ну да. И очень темный, чувствуете, он как бы вот... Вот эта тональность должна где-нибудь вот здесь. Вот он же рефлексирует, он освещен рефлексом, он не может быть таким темным. Нужно починить. Снять нему аккуратненько. И переделать. Так, все отлично пока что. А, да, у вас недостаточно еще бликов. Еще есть... Светлых? Да, есть еще возможность чуть-чуть бликануть. По самым выпухлым, вот, представляете, где-то у нас источник света. Еще более светлые, яркие. Немножко можно. Почти белевые. Почти. И вы молодец. Работаете быстрые. Ну вот, на них тратится, ну, полтора часа максимум, по-хорошему, два максимум. Селиком на все работают. Да, на все, на такого разума очень быстро. И дальше начинаешь портить, начинаешь что-то выделывать, искать какие-то оттенки. Это уже скорее портит. Всегда такого плана работы нужно фотографировать. Это для того, чтобы потом... Процесс? Да, процесс. Через каждые 15 минут ставьте таймер. 15 минут или 10. Фотографии, фотографии. Потом смотришь, ты всегда... Это для опыта, для того, чтобы потом был анализ, и ты понимал свои недостатки, когда ты перевалил, когда работа перевалила за уже сделанное. Когда она уже стала хуже сушиться, как-то терять свежесть и так далее. То есть вот такие работы, они быстрые. Раз, два, пока есть силы. Написал, все, пошел, пить чай. В крайнем случае, на следующий день можно что-то свежее с головой глянуть, поправить, смягчить что-то или усилить. И все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова